Сколько техник знаешь горлового? Изначально была позиция моя, что я хочу своего партнера довести до оргазма. Можно кончить в позе 69? В последнее время я стала действительно себе больше времени уделять в плане именно секса и развивать себя в интимных сферах. Что вот выберешь, длинный или толстый член? Ребят, а перед просмотром этого ролика хочу сказать, что спонсором данного видео является мой стрим-канал, где я провожу прямые трансляции, знакомлюсь с девочками, снимаю с ними интервью, провожу с ними свидания, устраиваю с ними вечеринки. Также у нас есть рубрика «Вписки с эскортницами», «Залетаю к разным блогерам». Короче, вся движуха на стрим-канале. Ссылочка на стрим-канал в описании. Этот видос тоже снят был на стриме. Ссылочка на стрим-канал в описании, подпишитесь, нажмите колокольчик, и вы не будете пропускать прямые эфиры. Прямые эфиры проходят каждый вечер. А теперь приятного просмотра. Сереж, снимай. Сереж, сними. Сереж, сними интервью. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Мария. Как правильно выбрать девушку, чтобы потом не развестись? Много общаться, встречаться. Ну, около года, мне кажется. Около года выбирать? Нет, не выбирать, а чтобы понять, достойна ли эта женщина. То есть не спать с ней год? Нет. А спать с ней надо? Ну, я считаю, что как раз-таки люди, которые не спят, допустим, там, из разряда я до брака ни-ни, это как бы неправильно. Потому что когда ты все-таки человека узнаешь во всем и в постели, может, он в постели какой-то не такой, может, он тебе не подойдет, а ты все-таки выбираешь мужчину как бы на всю жизнь. И потом, чтобы, как бы, напрягала в браке элементарная постель, ну, будет изменять, значит. А если парень скажет, что до брака ни-ни, смогла бы выйти из-за такого? Нет, скорее всего, потому что я задумалась, почему ни-ни. Может, у нее не... Было такое, что парень в постельном вообще ни о чем? Как он это аргументировал тем, что он просто перенервничал. Но я не стала дальше, как бы, развивать эту тему и пробовать второй раз, до большинства. Ты слышала такое, типа, что первый раз у парней всегда не очень? Нет, ну, на самом деле, на опыте только один раз такое было. Что делать парнем, если у него первые разы с девушкой, с новой, ну, не очень получается? Если мужчина действительно заинтересован женщиной, то он будет узнавать, как ей, допустим, там, постели нравится, какие ее предпочтения, ну, как-то вот так, наверное, я думаю. А ты первый раз новым парнем кайфуешь? Нет, потому что все-таки, во-первых, это происходит очень быстро, вот, а во-вторых, понятно, что пока привыкнешь, пока я расслабился. У меня всегда проблема в том, что я не могу расслабиться в первый раз. То есть, как бы, я какая-то сжата, ну, не знаю, есть какие-то проблемы. А я слышал, вот, оргазм зависит от, насколько девушка расслабилась. Да, да, сто процентов. Я просто, как бы, для себя даже элементарно проверила работа. Если даже во время секса думаешь о работе, это все, это катастрофа. Самый лучший секс твой, как это было? Расскажи, что парень делал? Скорее всего, наверное, это предварительные ласки. Хорошая прелюдия – это лучший секс? Да. Нужно женщину разогреть обязательно. Чтобы намочить. Высушить или разогреть? Разогреть, увлажнить, подготовить. Какими способами тебя лучше всего увлажнять? Поцелуями. Я люблю очень тактильность. То есть, когда мужчина касается, властвует. Я люблю, когда вот по телу, вот прям как-то вот… Ну, я не знаю, я в принципе много чего люблю. Куда целовать? Всю тело. Грудь? Грудь. Или попу? И попу все. Или ниже, ниже? Ниже, ниже, ниже. Все подряд. Насколько ты себя оцениваешь от 1 до 10? На четверочку. А в сексе? На шестерочку. О-о-о! Прогресс на лицо! То есть, ты развиваешься побольше сейчас в сексе? В последнее время я стала действительно себе больше времени уделять в плане вот именно секса и развивать себя в интимных сферах, да. Потому что я знаю, что для мужчин это очень важно. Что умеешь? Я в последний раз вот изучала сексологию. Месяц у меня было обучение. И что там преподавали? Психологию, как снять блокировку, чтобы не думать, чтобы расслабиться в постели. Как парню доставить удовольствие? И это тоже. Навыки горлового. Конечно. Да? Все техники как положено было. Сколько техник знаешь горлового? Три или четыре. Три или четыре? Это именно горлового? Да. А просто миньета сколько техник? Я думаю, что все я не запомнила, мне на данный момент нужно их отработать. Есть с кем практиковать? Что, рискуешь? Да, конечно. Пока на банане там. Да мужик ест у тебя? Да, и не один. Нет, серьезно. Серьезно. А как ты с ними знакомишься? Или с вами подходят? Сайт знакомств. На сайте знакомств знакомишься? К сожалению, на сегодняшний день мужчина не знакомится на улице. Ни в метро, ни на прогулках. Должен ли настоящий мужчина уметь зарабатывать? Да, сто процентов должен. Сколько? Чем больше, тем лучше. Ну, для меня мне бы, наверное, хватило бы, если бы он мне выделял бы хотя бы миллиончик в месяц. Тебе миллион? А, молодец. На что бы не страдать? На саморазвитие. Да? Буду всегда вкладывать как женщину. Нихуя тебе, у тебя саморазвитие в миллионы в месяц. Ну да. Что в себе можно? Нужно брать максимально. Что в себе можно развивать за миллионы в месяц? Наверное, скорее всего, обучение какое-то. Ну, вот из разряда вот сексология, кучу женщины. Тебе там не преподавали уроки анала? Было. И что, пробовала? Нет. Анал вообще запрет, табу? Да. Пока да. Но если это правильно, конечно, сделать все, то, в принципе, от этого можно очень большое удовольствие получать. Или ты из тех девушек, которая говорит парню, сначала я тебя, а потом ты меня? Нет, обоюдно. Обоюдно? Да, и я тебя, и ты меня. Получили, да? А лучше сразу. Можно кончить в позе 69? Конечно. А тебе нравится 69? Да. Да. Парень в позе 69 кончил тебе в рот, допустим. То стоит, ну, парень уже кончил, стоит ему дализовать тебя, чтобы ты тоже кончила? Или уже можно, типа, все? А, нет. Думаю, не стоит. Уже все? Типа, хватит. Кончил и ходил. А куда? Ну, это, мне кажется, еще зависит от человека. Если изначально была позиция моя, да, что я хочу своего партнера довести до оргазма, то мне будет этого достаточно, я получу от этого удовольствия, как бы, неважно будет, получу ли я, успею ли я, точнее. Вот, а так, как бы, если, конечно, договариваемся изначально, что я и ты, тогда уже пускай работает. Парень в машине, ты ему сделала миньет, и как бы парень не хочет уже, стоит что-то двигаться дальше после того, как парень кончил, или девушки нормально и так? Конечно, это хорошо, когда все-таки и мужчина, и женщина кончают, но когда в одну сторону неинтересно, скорее всего, это эгоизм называется. Часто кончаешь? Нет. Поэтому одна? Да. Нету нормальных пацанов? Да. Что хочешь пожелать ребятам? Кончайте обоюдно. И мужчина, и женщина, чтобы не только один партнер. Жулики, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать прямые трансляции. Девушку найдете у меня в инстаграме, мы сейчас сфоткаемся, и я ее отмечу. Ссылочка на мой инстаграм в описании. А тебе вот жесткий вопрос. Глубже, лучше? Нежелательно. Что вот выберешь, длинный или толстый член? Средний. Сколько сантиметров? Наверное, где-то около 21. Галя, наша балована. А есть ли у парня микропися 9 сантиметров? Тебя устроит? Ну, это, скорее всего, зависит от строения влагалища женщины. У тебя узенькая писечка? Не знаю, если честно. Наверное. Чем докажешь? Сексом. Всем пока. Ставьте лайки. Не забывайте инвестировать. Ну, а мы пошли проверять. В конце видео хочу сказать вам, что подпишитесь на канал. На этом канале будут часто выходить видео. Стрим-канал, ссылочка в описании. А девушку из этого видео и вообще всех девушек со всех каналов. У нас два канала города Грешниц с такими же интервью. Вы можете найти на Boosty ссылочка в описании. По подписке жулик доступны все девушки. Там соцсети девушки, фоточки, инстаграм, вк, телега. Короче, все-все. На Boosty оформляйте подписочку жулик и вам будут доступны все девушки со всех интервью. Переходи по ссылкам в описании. Подписывайтесь на телегу, Boosty на стрим-канал. У нас четыре канала. Два канала с интервью и два канала с видосами. Все ссылочки в описании. Продолжение следует...